Артём Гасенов, я работаю в институте общей генетики. Хочу рассказать лекцию, которая посвящена методической части от самого начала, то есть от образца ДНК до сложных биологических филдов. Зачем вообще это всё нужно? Зачем вообще изучать ДНК? Когда мы хотим изучить какой-то неизвестный организм, мы, конечно, хотим понять, как он функционирует, что обеспечивают те или иные его свойства. Для того, чтобы понять, как устроен организм, нужно изучить все белки, из которых он состоит. То есть основные свойства организма обеспечиваются белками. Но на самом деле эта задача достаточно сложная, трудоёмкая и требует огромное количество денег. И не существует быстрых и эффективных методов. А вот для изучения ДНК, в принципе, и сейчас и в РНК, начали появляться где-то в начале двухтысячных очень эффективные и быстрые методы, которые позволяют восстанавливать последовательность ДНК. Ну, собственно, сначала нужно сказать, что такое геном. Геном – это полный набор ДНК, который содержится в организме. То есть это не только хромосомы, которые содержатся в ядре, но обычно еще и хромосомы Арканелл, различные ДНК-вирусы, которые находятся в клетках, бактериофаги, возникли у бактерий. Ну и бактериофаги, то есть это у бактерий. Собственно, что представляет из себя ДНК? ДНК – это полимер, который можно представить в виде последовательности четырех букв, то есть соответствующих различным азотистым основаниям. ДНК – это такой текст, который составлен из алфавита, из четырех букв иного алфавита. То есть, когда доходит до обработки информации о ДНК в компьютере, абстрагируются химические структуры и работают как раз с последовательностью несключительно. Во многих методах. Размеры генома тоже достаточно разнообразные. У вирусов геномы очень маленькие. То есть самые маленькие геномы у вирусов – это где-то от 1 тысячи пармоклеотитов. И самые большие геномы у растений. То есть, там большой геном – 25 миллиардов пармоклеотитов. Для сравнения, у человека 3-2 миллиарда пармоклеотитов – это геномы. То есть, у растений значительно больше геномы. Как же изучать геномы? Собственно, если бы мы были в идеальном мире, мы бы могли выделить ДНК, то есть, достать этот раз от этого процесса, засунуть в маленькое устройство, которое подключается к компьютеру, и сразу же получить полные созданные последовательности вот этих геномов. То есть, на самом деле, все происходит не так. Потому что мы находимся в реальном мире, у нас нет такого устройства. Все значительно сложнее. Как же это делается? Во-первых, первая проблема стоит в том, что если мы возьмем только одну ДНК, малекул ДНК, то есть, из одной клетки весь набор малекул ДНК, то это информации недостаточно для того, чтобы восстановить исходную ДНК. Поэтому в многоклеточных организмах обычно берут несколько клеток, а в одноклеточных обычно работают с какой-то культурой. Это как бы создает первую проблему, потому что ДНК, если мы работаем над бактериями, ДНК у бактериальных клеток, которые в одной культуре, мог несколько отличаться. Соответственно, образец будет не совсем немогенный. Дальше вот эти малекулы ДНК разрезаются на фрагменты. Причем размеры фрагментов, они достаточно разные, зависит от технологии, которые будут прочитываться дальше. Которые они дальше будут прочитываться. Собственно, вот сам процесс сочения ДНК, это и есть секвенирование. То есть, как это называется, секвенирование. Как читается? Вот берется этот фрагмент, Секвенатер читает не весь фрагмент, а в двух концов последовательность. Вот этой последовательности концов – это как раз считается последовательностью чтения. Его называют чтением, этой последовательностью ридом, а в Новосибирске называют прочит weake. Цвет Samuel называется чтением, в Новосибирске прочит ели непонятно. Причем, размеры этих фрагментов могут быть разные, тоже зависит от технологии. Сейчас в самой широко применяемой технологии и самой высокопроизводительной машины дают длину чтения где-то 100 Вт для агентства. Сейчас я расскажу, что это все значит. Собственно, чтобы понять, как работают и как работают сигнадеры современные, нужно вспомнить, что молекула ДНК на самом деле двухспиральна. Причем последовательность одной спирали можно полностью восстановить по другой спирали. Они считаются обратно комплементарными. То есть, во-первых, там, где у первой цепи стоит тимин, то есть буква Т, в второй цепи стоит АДНН. Где у первой стоит планин, там стоит СДЗН. Ну и наварок. Таким образом мы можем восстановить последний. Еще интересная часть то, что если мы, что когда ДНК копируется, то есть, допустим, при делении клеток, нам нужно получить две молекулы ДНК. То есть, одну для одной клетки, другую для другой. Во время копирования ДНК, то есть, цепь расплетается и вторая молекула восстанавливается по одной из цепей. В результате восстановления происходит в результате работы специального фермента ДНК полимераза. Собственно, методы секвенирования ее достаточно сильно используют. Сначала нужно про секвенирование про такой достаточно распространенный метод молекулярной биологии, как полимеральная цепная реакция. Это вот образец ДНК. Праймеры. Собственно, что такое праймеры? Нам эта реакция позволяет выделить определенные участки ДНК. Причем, как понять, какой участок выделяется? Для этого по бокам этого участка упираются специальные небольшие последовательности, которые как раз используются для выделения именно определенные участки ДНК. Там берутся нуклеиды. Вот как раз вот эти кирпичики, из которых ДНК состоит. И полимеразы, собственно. И специальный прибор под названием термоциклер, который в этой реакции меняется температура, и этот прибор позволяет изменять температуру. Поддерживать определенные цепи. ДНК. Вот, соответственно, то, что мы хотим получить. То, что мы хотим размножить. Собственно, эта реакция нужна для размножения определенного участка ДНК. На первом этапе ДНК накрывают до 95 градусов. В результате ДНК разваливается на облице Пит, то есть она расплетается. Потом температуру охлаждает, чтобы посадить праймер. До температуры 55-65. Эти маленькие... А не восстанавливается комплиментарная структура, то садятся короткие праймеры. И дальше, на температуре 72 градусов, они начинают удлиняться по генерации. То есть достраивается вторая цепь. То же самое, что при репликации ДНК, то есть при создании копии во время деления клеток, например. Очень похожий процесс. Это только первый цикл. Дальше, на том цикле делают то же самое, но с вот этими уже двумя получившимися последовательностями. Много-много-много циклов. Представляете, как у нас некоторая последовательность содержит целевую последовательность, которую мы не хотели бы делить. И остаются еще там некоторые шумы. На третьем цикле у нас две. Потом они сравниваются по количеству. А на последующих циклах как раз целевая ДНК начинает расти. Значит, она изменяет чем больше. Представляете, что получается в результате? Имея небольшой образец ДНК, нужно последовательность размножить много-много-много раз. Дальше, небольшой. Почему это нужно? На самом деле существует сейчас три поколения технологий сиквенирования. Первое поколение, оно появилось где-то в 70-х годах 20-го века, в конце 70-х годов. Оно, на самом деле, было низкопроизводительное и очень дорогое. Но с помощью него были сделаны геномы человека, например, кишечные палочки. И вот все. То есть, чем оно хорошо даже до сих пор? Потому что оно является эталоном. Потому что данные, получающиеся в случае этого сиквенирования, они достаточно хорошего качества. Намного более лучшего, чем у других поколений. Но они очень дорогие. Второе поколение появилось с машины 454, которая РОЖ, корпорации РОЖ. Но сначала она не была корпорацией РОЖ. Потом купила эту фирму. Технология называлась 454. Она появилась в 2000-х годах. После этого как раз начался бурный рост технологий сиквенирования. И сейчас на рынке присутствует... Второе поколение является ключевым сейчас. И присутствуют вот четыре машины. Не четыре машины, а четыре технологии. Четырех разных рейдов. Совредительность сейчас иллюмина. И, собственно, чем третье поколение, которое начало появляться недавно. Где-то в 2010 году. Оно отличается тем, что для второго поколения необходимо размножать деньги. То есть необходимо использовать ПЦР, чтобы усилить сигнал. А для третьего поколения предусмотрены методы, которые не требуют амплификации. Вот использование ПЦР, о котором я рассказывал ранее. И поэтому удается сделать эти методы более чувствительными. Они для некоторых методов исследования, например, когда изучают, какие гены работают, они позволяют давать более точную количественную информацию, чем методы второго поколения. Это очень неплохой ролик на самом деле. Потому что другие фирмы делают свои ролики в качестве сравнения с целью. В основном препарат с ДНК. На первом этапе к этому ДНК целевой, который нужно секвенировать, присоединяются специальные технические последовательности. Тут достаточно сложный протокол. Вот они, адаптеры появились. То есть вот в середине длинный insert это то, что мы хотим секвенировать, а по бокам как раз адаптерные последовательности, которые используются в технических целях. Сейчас будет понятно, для чего они нужны. Вот проточная ячейка. Как раз в ней и происходит все секвенирование. К подложке на протокол ячейке присоединена последовательность комплементарной адаптерности. То есть из-за этой последовательности сейчас вот наша ДНК последовательность, которой мы хотим секвенировать, будет присоединена к подложке. Вот таким образом, за счет комплементарной связи. И построена ее копия тоже, с помощью панимирального. И дальше вот неприсоединенная последовательность отрезается и выбрасывается. И дальше делается вот как раз ПЦР, специального типа. То есть, потому что мы не можем читать только одну маленькую, мы будем читать в кластер. То есть для этого мы ее много-много раз сейчас копируем. Это нажимаем вот речь ПЦР. Собственно у нас получается как бы не одна цепь, а прямая и обратная тоже. То есть мы копируем в обратную и у нас получается такая смесь прямых и обратных. И одна из них потом удаляется. И вот как раз получается вот такой вот лес кластеров. В каждом пластере одна последовательность, которая будет прочитана. Собственно, как происходит само секримерно? И тут опять же присоединяется специальный праймер. И потом добавляются как раз вот нуклеотиды. Причем к нуклеотидам прицеплены специальные терминирующие методы. И вот садится только комплиментарно. То есть поднимем селтимин. И вот когда она села, дальше цепь не удлиняется. То есть вот она села в какой-то момент, дальше цепь не удлиняется. И дальше лазером пробегается по всей ячейке, выжигается эта метка, засвечивается цвет, и по цвету определяется какой нуклеотид. Собственно, почему эта технология ведущая? Эта технология ведущая, потому что у них есть патент на вот эту флюорифицирующую метку, которая останавливает дальнейшее присоединение нуклеотидов. У других компаний этого нет, поэтому возникает огромное количество трудностей с прощением областей, которые содержат одинаковые нуклеотиды. То есть если много одинаковых нуклеотидов, то остальные технологии их не могут воспроизвести точно. Только вот и люмин могут. Дальше вот так вот вся последовательность последовательно проходится. На самом деле весь процесс происходит не очень быстро, вернее очень долго, потому что после каждого присоединения нужно промывать ячейку и заново присоединяется. А высокопроизводительность достигается за счет того, что очень-очень много кластеров этих. Каждый кластер прочитывается параллельно, поэтому получается, что это как раз высокопроизводительность. Процесс этот длится неделю. Посчитать, машина включается в начале недели и результаты получаются только в конце, зато очень-очень много данных. Так. Да, она ограничена как раз тем, что там есть много факторов. Во-первых, вот эти кластеры не синхронно читаются, то есть там получается некоторая синхрон. И во-вторых, выгорает метка этого. То есть когда базово мы светим, в конце концов там все выгорает и качество падает в прочтении в конце. И вот как раз самая высокопроизводительная машина читает сто параллельно. Менее высокопроизводительные читают триста пятьдесят. У моисек, который сейчас, он читает триста пятьдесят. У Сенгера была длина про чтение с тысяча. То есть у самой современной машины третьего поколения, классифик биосайенсис, они сейчас могут читать где-то в среднем тысяча параллельных, но у них попадается чтение десять тысяч параллельных. Но они очень маленькие и все очень плохого качества. То есть третье поколение дает данные более длинные сейчас. Но Helicas не длинный. Helicas на самом деле умер из этих двух машин. Где-то до этого года был жив. То есть до прошлого года был живой только Pacific BioScience. То есть Helicas разорился. Но их очень скупили японцы. Потому что я дальше буду рассказывать про изучение экспрессии генов, как гены работают чуть-чуть. И вот японцы очень много этим занимаются. И как раз эта машина позволяет более точно определять количественные характеристики. Какие гены лучше работают, в каких планах и так далее. Теперь немножко про деньги. Это график на начало 2014 года. Соответственность такая. Что это стоимость прочтения одного миллиона парангалиотиков. То есть если в начале, в 2001 году это стоило десять тысяч долларов. Сейчас это стоит меньше одного цента. Ну десяти центов. Меньше десяти центов. И тут еще показан закон Энгра. То есть если его так переформулировать. То что цена транзистора каждый год уменьшается. То собственно цена секвенирования падает еще быстрее. То есть это как бы должно символизировать. Что технологии эти растут намного быстрее. И скоро будет значительно больше приложений. Так дальше. Дальше расскажу что делать дальше с этими чтениями. Собственно чтения выглядят следующим образом. Поскольку секвеннатор с ними поработал. Мы получаем на жестком диске компьютера. Вот такого вида файла. Два формата собственно. Один просто последовательность. Другой последовательность с качеством. То есть секвеннатор еще пытается понять. Насколько он хорошо прочитал тот или иной нублятин. Вот. Теперь из этих последовательностей нужно соответственно получить там. Весь вину. С каким образом их сложить вместе. Есть замечательный геном. То что вот у нас. Что из себя представляет задача сборки генома. Она из себя представляет такую вещь. Вот у нас есть стопка газет. Мы взяли и подложили под эту стопку. Причем одну и ту же газету. Мы подложили под эту стопку газету динамит. Взорвали динамит. Газета не сгорела почему-то. Но у нас идеальный мир. А потом мы из этих кусочков пытаемся восстановить одну газету. Продолжим эту геномит. На основе того, что возьмем, допустим, две строчки от начала правильного рисунка. И разрежем ее, держим на кусочки. И попробуем понять, как из этих кусочков можно сложить обратноисходную последовательность. Очевидно, что если эти последовательности сравнить. Найти такие, у которых есть совпадение суффикса с графиком. То есть начало с концом. То можно построить вот такую вот эту лестницу. Мы нашли перекрытие. И дальше... Ну, я тут еще внес опечатку, чтобы так приблизить к реальности. И теперь, если посмотреть на столбики, которые получаются, можно восстановить исходную строчку. Получить так называемый консенсус. И вот там, где была опечатка, эта строчка, она по методу голосования тоже исправляется. Самые первые методы сборки геномов, они были основаны точно на таком же принципах. Но сначала нужно рассказать про графы. Напомнить про графы, что есть такая абстрактная тематическая структура как граф, которая представляет из себя два множества вершин. и, соответственно, пара вершин, которые из себя ребра представляют. И, собственно, эта структура хорошо так отображается на графике. То есть она совершенно становится окружностями, а ребра, соответственно, их соединяющей пинь. Нас будет интересовать, причем направленные графы, в которых выбран направление. То есть ребра повозначены стрелочкой. Еще будет дальше интересовать такая вещь, как пункт. То есть это последовательный совершенный граф. который удовлетворяет определенными свойствами. Так, собственно, перейдем теперь, как работает алгоритм. Первый алгоритм основан на такой идее, как постройки графа перекрытий. Вот у нас, допустим, набор чтений. Мы для каждого чтения находим, как оно перекрывается с остальными чтениями. Здесь одно из чтений можно заметить, как оно пересекается с тремя остальными. Потом, что мы потом делаем? Потом мы делаем такую вещь. Каждое из чтений становится вершиной графики. И если у нас чтения перекрываются, причем один перекрывается префиксом, другой – суффиксом, то, соответственно, от суффикса к префиксу, то есть от вершины, который содержит суффикс, к вершине, который содержит префикс, мы проводим направленное регламу. Таким образом у нас получается граф перекрытий. Вот для тех пяти последовательностей он выглядит следующим образом. То есть как же с помощью этого графа восстановить геном? Ну или восстановить исходную последовательность. Очевидно, что чтение является как бы подпоследовательностью, не исходной последовательностью. Соответственно, если мы найдем такой путь через этот граф, который содержит все вершины, то мы как раз построим исходную последовательность, которая содержит эти чтения как ее подпоследовательность. То есть в данном случае это вот такой путь, который проходит через все вершины. Просто мы задачу сборки генома сейчас сводим просто к задаче поиска пути проходящего через все вершины в каком-то простом графике, построенном специальным образом. Вот эта задача, она достаточно давно известна. Это задача поиска генометонного пути. И ее поставили еще в 19-м веке Ирландский математик Уильвин Генометтон. Он предложил такую кейсоэндрическую группу. У него было такое поле, и там нужно было поставить в углубление, нужно было поставить фишки, которые пронумерованы, чтобы они шли по порядку. Собственно, это та же самая задача. Вот ее граф с решением. Но, к сожалению, хотя эта игра достаточно простая, к сожалению, задача оказалась не такой простой. И для любого типа графа не существует сейчас эффективного алгоритма, который находил генометонный код. То есть, эта задача относится к классу NP-полных. То есть, нахождение для нее решений приведет к тому, что будут найдены решения для других, тоже такого же типа сложных задач, и это будет большим математическим антоним. Соответственно, надежды на то, что вот так просто сесть и найти эффективный алгоритм, ее практически нет. Но все равно до какого-то момента данными алгоритмами пользовались. То есть, в результате постоянного пути мы тоже находим консенсусную последовательность, как бы она является сборкой генома. Немного истории, как развивались эти алгоритмы. Первый алгоритм такого типа, ну, не такого типа, первый алгоритм вообще сборки был создан в 82-м году. То есть, он был построен на более простом принципе, просто брался в какое-то чтение, искал наиболее с ним лучше всего перекрывающееся чтение, и так он удлинялась последовательность. То есть, это жадный метод. И потом, когда он перестал удлиняться, то мы получали результат. Этот результат назывался контингер. То есть, как бы тоже, это не совсем собранные хромосомы, а вот как бы тоже более большие последовательности. В 84-м году уже появился первый сборщик, который основан на этом подходе. Подход называется over-lat-layout-consensus. То есть, over-lat мы строим граф перекрытий, lay-out находим в нем путь, а консенсус – это вот строим как раз консенсус последовательность. И в 92-м году появился сборщик, который даже до нашего времени, ну, вернее, его множество модификаций, он до сих пор используется. Хотя он достаточно порастовый. То есть, может поэтому его все до сих пор используют. Теперь мы перейдем к другому подходу, который более широко распространен сейчас, и как бы он более сопременен, больше подходит для технологий сиклинирования. Но для начала нужно рассказать про такую технологию, с помощью которой пытались, ну, с помощью нее пытались изменить сиклинирование в 90-е. Сиклинирование с помощью гибридизации. На чем она основана? Есть такая технология глинчаков. То есть, в чем их идея? Идея в том, что у нас есть такая подложка, мы на нее помещаем, если мы хотим найти внутри образца какую-то мутацию, например, и мы знаем, в каком месте она находится, мы можем создать такой чип, в котором прикреплено много-много комплементарных последовательностей, тоже последовательностей. И когда мы помещаем на этот чип наш образец, он, соответственно, гибридизуется только с одной частью чипа, с которым есть соответствие. Там есть похожая последовательность, но не похожая, а точно комплементарная. Кстати, мы видим там, допустим, при гибридизации излучается свет. В чем идея состоит сиклинирование с помощью гибридизации? То, что мы можем построить такого типа чипа, только чтобы он содержал все возможные последовательности, допустим, длиной 3. И когда мы поместим туда ДНК, мы сможем узнать, какие в нем есть последовательности длиной 3. Все очень просто. И потом, зная эту информацию, восстановить вину. К сожалению, создать чипы более-менее практически применимы не удалось. Потому что тут нужны последовательности длиной 20, а там получается очень большой чип, и его просто не удается сделать. Но зато вот эта идея, что мы можем взять все последовательности какой-то длины и потом реконструировать геном, она широко применяется сейчас. Потому что используется такой метод сборки на основе DegreenGraph. В чем он состоит? Сначала нужно понять, что такое камера. На первом этапе вот этого подхода каждое чтение разрезается на последовательности фиксированной длины. В данном случае у нас длина 5 центов. То есть мы просто берем и режем исходные виды на более маленькие кусочки. В данном случае с длиной 5 у нас получаются все возможные последовательности длиной 5. Что интересно? Когда мы разрезали, если каждый из этих видов разрезается, то если они пересекаются, то вот эти множества подпосредственности с длиной 5 они будут содержать одну общую последовательность. То есть мы сможем благодаря этому сравнению узнать, пересекаются ли чтение друг с другом или нет. Дальше еще. Read опять нарезается на k-1 mera. Это тоже нужная вещь. В данном случае у нас k-1 mera это 6 очередей. Дальше. Значит, каждый камера становится вершиной в графе. А если у нас есть два камера, один из которых становится префиксом, является префиксом k-1 mera, другой суффиксом, то между вершинами им соответствующими проводится направленный регул от суффикса к префиксу. Вся префикса к суффиксу получается. Вот. Мы получаем вот такого типа графа. Для этих двух посредственных действий. В чем его интерес? Потому что здесь нужно искать путь, не проходящий через все вершины, а путь, проходящий через все ребры. Потому что исходный геном, он как и камеры все содержит, так и содержит и все k-1 mera. Соответственно, пройдя по всем k-1 mera, мы тоже получим искомую посредительность. И что интересно? Задача поиска пути в график, которая проходит через все ребры, она решена достаточно давно. Ну, то есть найти для меня эффективный алгоритм. Еще в 18 веке... Тут есть знаменитая задача о Кенигсбергских мостах. То есть... В чем она состояла? В том, что Еллеву предложили найти такой маршрут через мосты города Кенигсберга, чтобы можно было выйти с одной точки, пройти по всем мостам по одному рацию и вернуться в эту же точку. Оказалось, что для Кенигсберга это невозможно. Потому что там... Так устроена структура мостов. Собственно, если в графе есть элеров путь, то, соответственно, в нем все вершины соединены с четным числом других вершин. А для равного графа это невыполнимо. И, что интересно, для современного Гленинграда это тоже невыполняется. Зато в нем есть элеров путь. То есть, если нам нужно пройти от одной точки от определенной точки в другой определенной точки, проходя каждый из репера один раз, то такой маршрут будет в Кенигсберге. А циклов все еще нет. Хотя конфигурация мостов поменялась. Немного истории про то, как эти методы появились. Собственно, надо упомянуть Дегриэйна, который, собственно, придумал графы для совершенно другой задачи в 46-м году. И, собственно, раскопали его, вот эти графы, в 95-м году, когда занимались секвенервной основной гибридизацией. Предложили метод, секвенервную основную гибридизацию не пошло, и пытались применить для сопримирования Сенвера. Ничего не получилось за 2001-го года, потому что, как было замечено в 2001-м году, если у нас чтение, полученное из секвенатора, содержит ошибки, то этот граф очень сильно запутывается. Поэтому первый эффективный алгоритм содержал огромный модуль исправления ошибок в чтении. И потом построился граф. И это позволило хоть что-то собрать. В 2008-м году уже появился современный отборщик, который до сих пор широко используется. И он всем показал, что нужно переходить на эту методологию, не надо строить графы перекрытий больше, что это отлично работает с технологиями секвенирования современного. Но у графа Дебрена есть такая не очень приятная проблема, что у нас очень простой граф получается очевидный при выборе коммера равной 5. Если мы выберем коммеру равной 2, то у нас получится очень сложный запутанный граф, которым очень тяжело что-то понять. А если слишком большой мы выберем, то граф вообще развалится на две части, и тоже мы не получим исходную последовательность. То есть очень сильно ведь алгоритм зависит от выбора параметров, и это достаточно сложная задача. Приходится перебирать огромные наборы параметров, чтобы хоть что-то получить раз один. И вот. А на самом деле графа выглядит вот так. Причем это один из самых простых. Мне кажется он для вируса. А есть такое пометрище, что создатели сборщиков сами не знают, что происходит с этой алдайком на реальные данные. Потому что какая-то такая страшная штука. Тут еще другая проблема возникает. Но есть у них маленькие тесты, которые проверяют, что это верно. То есть какой там тест можно сделать? На самом деле в чем проблема? Проблема классическая, то что мы собираем не полный геном в действительности, а собираем кусочки небольшие. Вот из-за того, что графы такие сложные. То есть что делается, если мы... Мы не ищем путь на самом деле. Просто где граф разветвляется, мы его обрезаем. И получается как бы маленькие последовательности. Потом эти последовательности просто проверяются другими биологическими методами. Вот как вначале верифицировали все это дело, оказывается, что верификация показывает, что все собрано верно в каком-то смысле. И в другом смысле там... Скорее проблема не в том, что он неправильно собирает, а в том, что непонятно какие он решения принимает в различных участках. И почему у нас... Вроде очевидное место, что глазами все нормально собирается, а он просто останавливается и не может этот участок забрать. Только в этом скорее проблема. Чем в том, что правильно ему дают... Обычно они дают результат где-то с 99% точностью. Сейчас известно. Но не всегда идеально. То есть они обычно не очень связанные получается. Там некоторые сборщики не могут собрать там... Вот эти... Контиги. То есть вот результат сборки называется контигом. И вот сборщик может собрать там два чтения друг к другу. И вот у него получается там в два раза меньше просто последовательностей, которые состоят из двух чтений. И все. И на этом сборка останавливается, и все ходят и думают, что делать дальше. А как с повторами? С повторами если повтор... Ну то есть да, вторая проблема это повторы. То есть если у нас повтор длиннее чтения, то есть если вот период повтор длиннее чтения, то мы его никак не можем разрешить. Но я там рассказывал, что на самом деле читается же фрагмент. Фрагмент может быть достаточно длинный. И читается с двух концов. Соответственно мы можем знать, что у нас есть пара чтений, которые находятся на определенном расстоянии друг к другу. И вот такие библиотеки с очень длинными вставками, они позволяют входить к повторам. То есть в повторе один конец, а второй конец за повтором. И мы понимаем, куда повтор сел. То есть благодаря этому как бы удается там справиться с повторами. Но это главная проблема данной сборки растений. У растений очень-очень много повторов, огромные геномы. И эта проблема там сейчас решается просто производством огромного количества данных, огромного количества библиотек и траты огромных денег просто. Потому что если вот какую-то стандартную библиотеку сделать, которая там для многопитающих там все позволяет собрать, то она позволяет там очень низкого качества сборку получить для каких-то растений. Для пшеницы ты просто. Геном пшеницы там 20 миллиардов. До сих пор его никто нормально не собрал. Собственно, самый лучший геном, который собран, это геном человека. Так считается. У него самая лучшая аннотация. И он лучше всех. Собственно, как он собирался? Ну, проект был начат в 88-м году. Он состоял из двух частей. То есть там один проект был государственным. Джоном Уотсоном. Его восстановил Джоном Уотсом. Там было огромное количество ученых. И стоило это очень дорого. Три миллиардов долларов. Соответственно, в 98-м году от этого проекта отказался небольшой частный проект независимым исследованием Крейга Винтера, который сказал, что он может все это собрать за 300 миллионов долларов. И вообще частные инвестиции лучше, чем государственные. И он это докажет. У них была разная методология. Всему государственному проекту очень доработал. Потому что они вместо того, чтобы взять весь геном, разбить его на ориды и собирать, они просто его разбили на большие куски, местоположение которых было известно друг относительно друга. И, соответственно, собирали эти большие куски от денег. То есть это задача достаточно сильного проспения. А вкрытый Винтер сказал, что он может собрать все это из двухмешаний, а не просто чтение. И что интересно, статьи у них вышли и результаты они свои опубликовали одновременно. То есть, конечно, там посыпались на Винтера всякие, что он гад, он использовал данные государственного проекта, поэтому ему удалось что-то собрать, потому что это невозможно. На самом деле, да, это действительно очень сложно собрать такого глаза, наверное, пиногноза просто чтений. И я не воспроизводил результаты. Хотя очень интересно посмотреть, получилось ли на тех данных и на этих что-то на самом деле. Или он правда использовал данные государственного проекта, которые были в открытом доступе. Но факт остается фактом, что статьи у них вышли одновременно. в двухклубных журналах. А на чем он сейчас воспроизводим? Что? На чем он сейчас воспроизводим? Что можно сейчас сделать? Как можно сейчас сделать? Нет, какие вычислительные мощности? Ох, вычислительные мощности. На самом деле, проблема со сборками геномов состоит в том, что вычислительные мощности, которые для физических расчетов там не очень подходят. Потому что обычно, как выглядят физический кластер? У него очень-очень-очень много узлов. И на них у всех очень-очень мало памяти. А для сборки генома, к сожалению, не удается вот этот страшный граф разбить на кучу узлов и обрабатывать их независимо. А нужно на одном узле вычислительным все это загрузить в память. То есть нужно много-много памяти. Мы используем для сборки генома... Это задача? ...стеропатия оперативной памяти. Она не делится на подзадачу, да? Да, может плохо делиться. Но она, вернее, не делится. Собственно, вот группа Павла Певзнера этим занималась. Они как раз делают сборщик в Питере. И у них не получилось разбить. Он получается сильно связанный очень графом. И от них, правда, не получил. Какого-то разумного доказательства, почему так получается. Может, можно как-то изменить формализацию задачи и так далее. И на самом деле, в 2001 году была опубликована 83% генома. В 2004 генома было 2,8 миллиардов паранокалиотиков. А вот самая последняя сборка, она 24 декабря 2013 года была опубликована. Она содержала 2,9 миллиарда паранокалиотиков. Использовать ногу было не очень помертно. Вот у меня такой график еще по поводу того, что не один друг генома человека мы живем. И на самом деле геномов очень много. Особенно геномов бактерий. Собственно, геномы бактерий – это сейчас вообще техническая задача. Они достаточно легко собираются при не очень большом количестве данных. Проблема вот сейчас состоит только с геномами растений. То есть для таких достаточно больших растений. Для пшеницы, например, тоже. Вот есть 2 статьи по геномам пшеницы. И я пытался работать с данными. Данные, ну, не очень хорошие. Некоторые анализы делать с помощью данных все равно нельзя. Смотреть экспрессию генов и так далее. И еще другая проблема, что значительно опережает количество таких геномов, которые они просто взяли какие-то данные, кинули в сборщик и выложили все, что получилось. То есть это какой-то драфт. Незаконченный геном, состоит из огромного количества мелких осколков, и с ним работать тоже очень тяжело. Дальше. Что дальше с геномом делать? Собственно, геном человека, он является основой двух всяких крупных проектов, как TeamQuad и проект Phantom. Плюс еще я здесь не указал, допустим, еще есть проект депопуляционный следовательный дел, с 1000 геномов, потом проект 10 000 геномов, который просто 1000 геномов, потом еще куча всяких. Геном White Association Сталис, где, допустим, я узнаю про проект, где люди собрали данные от 30 000 больных шизофрении и пытались найти, чем они друг с другом похожи. Пока это все удается, на самом деле, не очень хорошо. Крилляции между ними не 3% всего. На самом деле геном выглядит вот так. То есть, в результате сборки генома мы получаем вот какой-то такой текст, в котором ничего не понятно. То есть, непонятно, где здесь гены, непонятно, где здесь какие-то функциональные элементы и зачем все это нужно, и как это работает. Поэтому там дальше идет такой, производится процесс, как аннотация генов. То есть, на первом этапе мы пытаемся найти, на самом деле, прежде всего, пытаются найти гены, то есть понять их границы, где гены, где не гены, собственно. А потом найденные гены пытаются понять, что они делают и почему они нужны. На самом деле, у ракариота и у кориота, на самом деле, разная структура гена. В бактериями все значительно проще, потому что у них вот кодирующая последовательность гена, она полностью соответствует другу. То есть, там ничего не вырезается, ничего не добавляется и так далее. Поэтому их достаточно просто аннотировать таким простым глупым флоссовом. Взять просто вот базу данных белков, там большую, бактериальных, и кинуть их на геном. И можно будет увидеть, где совпадающие последовательности, там, возможно, у нас белок. Вот таким образом. Либо у кориотжи все сложнее, потому что есть так называемая x-зона и нейтронная структура гена. То есть, ген состоит из x-зонов и нейтронов. Соответственно, x-зоны это участки, которые становятся белком. Из них белок состоит, а нейтрон, они вырезаются. И вот понять нейтрон и нейтрон – это достаточно сложная задача. На самом деле, для аннотации используют алгоритмы, основанные на machine learning. То есть, на машинном обучении программу учат на какой-то базе данных белков, известных, там, кодирующих последовательностей, причем близких видов, и потом, используя эту модель, пытаются найти похожие последовательности в последовательном организме. И второй способ, как я уже говорил, можно сегменировать не только ДНК, можно сегменировать и РНК. То есть, мы можем… Это как делается? Делается это очень просто. Дерется РНК с помощью специального фермента обратной транскриптазы, превращается в ДНК, и дальше ДНК сегменируется обычным методом. Соответственно, что мы можем сделать? Имея вот этот сегминс РНК, мы можем понять, какие части генома экспрессируются, какие соответствуют их зонам. Если мы брали РНК не из ядра, а с наруги ядра и с подкладами. Вот. И дальше, как делается функциональная аннотация? Функциональная аннотация делается, на принципе, если сравнить со сравнительными аннотаниями, что если у нас два органа похожи, то, в принципе, если они из близких видов, то можно считать, что они выполняют одну и ту же функцию. В принципе, с белками делают то же самое. Вероятно смотрит, похожи ли два белка, их последовательности. Если они достаточно сильно похожи, то делают вывод, что они выполняют одну и ту же функцию. Но, соответственно, здесь надо быть очень аккуратным, как надо брать очень близкие виды, а во-вторых, любая замена на самом деле в белке может вызывать достаточно сильное изменение функций. И предсказать это биоинформатическими методами, то есть компьютерными, сейчас практически невозможно. И, собственно, к сожалению, база данных белков, она растет за счет предсказаний компьютерными методами. То есть там, если ручными методами проверенных белков, там есть две базы, допустим, та, которая вручную проверена, и та база данных, которая биоинформатическими методами, так вот эта база, вторая база данных, она на несколько порядков больше просто. Вернее, даже намного порядков больше. Я вот, на самом деле, точные цифры не помню, но такая вот ситуация, что у нас очень-очень много белков, потому что мы можем секвенировать много-много организмов, находить у них гены, находить белки, а потом достаточно сложно понять, что же эти белки делают. Еще такая история, что на самом деле число генов достаточно маленькое. То есть у человека около 300 тысяч. Там все говорят такую вещь, что точно известно, что вот 20 тысяч генов есть, а остальные 10 тысяч, они доказаны биоинформатическими методами, поэтому точное количество генов неизвестно. Но все равно, вывод такой, что, собственно, 1% ДНК, он, это кодирующие последовательности, а все остальное, на самом деле, до какого-то времени называли джану ДНК, и было непонятно, что же там такое в этих последовательностях. Собственно, проект InCode, он, как бы, был направлен на понимание того, что же, в общем, его задачей было просто найти все функциональные элементы и понять, зачем они нужны. Вернее, на вот второй фазе они просто их все нашли. То есть для чего они нужны, до сих пор непонятно и имели ли они какую-то функцию. Проект был тоже такой, достаточно большой, тут уже кучу денег и участвовало в нем большое количество исследователей. И они наделали очень-очень много данных. То есть он там вот из двух фаз состоял. Первая фаза, она в 2007 году закончилась. Они определили, что по 1% генома, если это распространение на весь геном, что где-то 90% генома зачем-то нужно. Во второй фазе они это расширили, и, в принципе, они получили исходный результат. Сейчас расскажу, что там делалось. Собственно, в чем интересна вторая фаза, то, что они сделали огромный массив данных. Причем из различных типов клеток. Из различных тканей, огромное количество данных, все это в открытом доступе, с этим всем можно работать. Это тоже огромное достижение проекта. И... Понаписали огромное количество статей. Собственно, что делалось? То есть... Что такое транскрипция? Мне тоже не сравнил. Так. Сначала на определенную часть ДНК садится специальный блок, который как-то начинает транскрипцию. И там начинает образовываться огромный комплекс из кучи белков, так называемых транскрипционных факторов. И... Это большой блок. Вот, собственно, собирается большой комплекс. Причем, что интересно, на него могут влиять не только рядом находящиеся участки, но и достаточно удаленные плоды. В данном случае процесс запускает вообще белок, севший вообще на другую. Достаточно далеко от участка, с которого начинается транскрипция. И вот дальше побежала полимерация создавать РНТ, собственно. Вот как раз этот регион транскрипция состоит из нескольких частей. Собственно, сам транскрипирующийся регион, то есть сама последовательность, которая находится в РНК. Потом промоторный участок, откуда начинается транскрипция, где этот комплекс образуется. И, соответственно, еще какие-то регулярные элементы, которые могут достаточно далеко отстоять от промоторного региона. И, соответственно, была идея сначала найти все транскрипирующиеся регионы. Соответственно, они наделали очень много вот секвенсов РНК. И оказалось, что транскрипируется практически весь 70% геномов. То есть в РНК находится последовательность соответствующих 70% геномов. Правда, большая часть из них транскрипируется очень-очень слабо. Поэтому они использовали очень-очень глубокое секвенирование РНК. То есть это как бы такое нахождение того, что оказывается в геноме очень много формируется РНК, который потом не становится белком. То есть зачем это РНК нужно, пока непонятно. Там есть очень много по поводу этого гипотез исследований. И для какой-то части уже понятно. Но для большей части не совсем понятно. Потом искали сайты посадки этих транскрипционных факторов. Куда садятся вот эти белки, которые там управляют транскрипцией. То есть где эти комплексы образуются. Для этого использовался такой метод. Чипсек называется. Что делали? Если вот белок сидит на РНК, мы можем очистить этот белок из образца прямо с ДНК. Потом к определенному типу белков у нас есть определенный тип антител. Мы можем из этого образца с помощью этих антител достать определенный тип белков. Потом отделить ДНК от белка и секвенировать ДНК. Соответственно мы узнаем области, на которых сидел этот белок. Соответственно таким образом они обнаружили огромное количество тоже областей, где сидят транскрипционные факторы. Потом еще второе интересное исследование было то, что на самом деле ДНК свернуто в хроматиль. То есть не все ДНК работает в коротых клетках. Часть ДНК просто свернута на специальные долгие кистоны. И соответственно они активны. Было интересно понять, в каких клетках какие части ДНК свернуты, а какие нет. Структуру хроматильной понятны. Для этого использовали такой специальный метод. Находили сайты перчувствительные к специальному ферменту ДНК, который обрезает, разрыхает это. Тоже найдено огромное количество таких мест. И причем заметно, что в разных культурах клеток эти места абсолютно разные. То есть тоже они достаточно плотно расположены на гибиному. Потом, в случае специальных методов, были найдены элементы, которые на большом расставе не влияют. Так называемые Long Range Chromatin Interactions. Это когда с разных концов хромосомы какой-нибудь регуляторный элемент влияет на ген удаленную ось. На основе этих всех находок они обнаружили, что функциональная часть генома составляет около 80%. Большая часть генома для чего-то нужна. Причем регулирующая ДНК очень-очень много. Ее значительно больше, чем нерегулирующая. Причем, что интересный факт, если кодирующие последовательности они достаточно консервативны. То есть там и мыши, например, они на 70% отличаются. На самом деле регуляторные области очень сильно отличаются. Вот недавно закончился энкод для мыши. То есть тот же сам проект поделали для мыши. Оказалось, что регуляторные элементы там очень сильно отличаются. Регуляция совершенно другая. И считают, что это главное отличие между нами и мыши. То есть то, что у нас совершенно разные регуляции. Еще интересный факт то, что есть так называемый genomic association studies, где берут там достаточно большое количество людей больных каким-то определенным заболеванием и пытаются найти мутации, которая ассоциирована с этим заболеванием. Для шетофрения, я уже говорил, это где-то 30 тысяч пациентов у них есть набор. И что интересно, большинство СНИПов, которые находятся, СНИПой это вот как раз отличие от этого, там мутации бывают двух видов. Это либо замена, либо эндель, то есть вставка делеца такого типа. И было замечено, что большинство такого типа вариаций находится в регуляторной последовательности. То есть возможно, нужно как-то сместить фокус с изменением в белках на изменение в регуляторной последовательности. Но, к сожалению, это значительно сложнее, чем искать, как мутация влияет на белок. Потому что на самом деле сейчас до сих пор нет эффективных методов вычискательных, которые смогут сказать, что вот если в этом белке вот здесь произошла такая замена, то как сломалась функция белка? А что делать с регуляторами, что случилось там, замена регуляторной последовательности произошла, как изменилась в экспрессе, это тоже совсем непонятно. И еще более непонятно, чем сделано. Соответственно, еще как бы продолжением этого проекта был проект Фантом. Ну, вернее, не продолжением, они независимые проекты. Причем Фантом, если МКОС сейчас сделан как мышь, то есть они сделали сначала для человека МКОС, потом для мыши. То Фантом сначала много лет они занимались мышечкой, а сейчас привезли исследования на человека. То есть они что искали? Они изучали, какие промоутеры работают в каких тканях. То есть на самом деле проблема еще такая, что у каждого гена он может работать не с одного промоутера. То есть там промоутерная область не единственная. То есть можно увидеть, что в различных тканях, допустим, работают разные промоутеры, от этого получаются разные транскрипты, то есть разная РНК, и она как-то по-разному регулируется. И они вот нашли, что действительно ткани разные очень сильно друг от друга отличаются именно по регуляциям. И там очень разные гены работают. Вот у них есть такая картинка. Слайды засунули. Собственно, это такая сеть соэкспрессией генов для различных клеток. Собственно, вот здесь это промоутеры, группа промоутеров, которые работают в разных клетках. Видно, что в некоторых клетках там концовая группа промоутеров прям пластеризуется, что они работают только в этих клетках. в этих клетках еще что интересно, то что в отличие от энкода проект фантом делался на нормальных клетках. Энкод делался там частично, в большей части на онкологических клетках, потому что с ними проще работать, чем с нормальных. И заметно, что очень тяжело, ну то есть нельзя выводы, связанные с работой генома, переносить с онкологических на нормальных, потому что очень сильно отличаются регуляции и они совсем по-рубому работают. То же самое можно сказать про мыши на человека, что много исследований делается на мыши, поэтому сумма. И Энкод Маус говорит о том, что очень тяжело переносить тоже выводы, связанные там, полученные на мышах тоже на человека, потому что система регуляции очень разная. Вот. И на этом я останавливаюсь.